Всем привет, с вами Кириллов, вы на канале Кирилл Гейм, и сегодня снова серия на проекте Machine Holy Play. Серия будет довольно-таки интересна, потому что в этой серии покажу, как меня поставили по заместителям фракции Байкеры. Я думаю, вам это будет интересно, поэтому, пацаны, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, набирайте 200 лайков, и выходит новая серия по Амазингу. Также обязательно вводите мой промокод, пишите вместе, капсом Кирилл Гейм, на пятом уровне вы получите 50 тысяч, на десятом уровне вы получите 100 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом серии Амазингу или Плей. Желаю всем приятного просмотра, а тем, кто кушает, приятного аппетита. Итак, пацаны, походу меня сейчас уже будут принимать, мне добавили в беседу, в принципе, там все дела, ну, все делают, как всегда, короче. Добавляют в беседу, там объясняют, туда-сюда. Скорее всего, мне надо будут обчеты делать, как я это делал раньше. Все, я взял формулацию, сейчас он, короче, меня примет. Я не знаю, блин, мне кажется, я, конечно, могу не справиться, но козяточь я точно не буду, потому что, ну, как бы, я ПДД соблюдаю, особо не демлю. Так, джоплава пропиши, хорошо. Теперь я не работаю дальнобойщиком. Но, пацаны, ничего страшного, потому что, как бы, можно и во фракции состоять, и работаю дальнобойщиком одновременно. Как бы, в этом проблем не будет, поэтому с компанией все, в принципе, будет хорошо. Все, он меня принял на заместителя, как я понял. Так, передал масть, взял масть, давайте напишем. Надо будет еще бинды все скачать, там, туда-сюда. Ну, я думаю, я, пацаны, постараюсь сделать все, что можно. Сейчас будем, наверное, себе сделать, потому что надо финт делать, его, походу, только поставили. Итак, пацаны, я продолжаю снимать уже на следующий день, я решил отложить немножко съемки, разобраться во всем, и уже вам записать подробный видосик, получается. Объяснить и рассказать, что и как. Как бы, пацаны, я вас заранее предупреждаю, то, что я не знаю, долго я буду в этой фракции или нет, потому что все может произойти. Возможно, завтра там лидера снимут, возможно, меня снимут за какие-то косяки. Поэтому, я вам ничего обещать не буду, пацаны, но, как бы, я решил пойти в эту фракцию на роль заместителя. В принципе, я уже являюсь заместителем второй день, как бы, принимаю людей туда-сюда, поэтому, вроде бы, как все хорошо пока что. Но, пацаны, повторюсь, может все, что угодно произойти, и, как бы, я уже не буду в этой фракции, поэтому, как бы, думайте сами, короче. Давайте я вам покажу, что у нас есть вообще из транспорта. Получаются вот такие вот квадроциклы, вот такие вот байки у нас есть. Также есть BMW X5, 4K и 2 фургона. Это, получается, абсолютно весь наш автопарк. Я считаю, автопарк довольно-таки интересный. Давайте покажу, где по GPS находится фракция. Вот пишет GPS, нелегальная структура, и вот здесь, получается, байкеры. Именно байкеры, это наша фракция, где я состою. Ну, как бы, это ОПГ больше, чем, как бы, байкеры. Ну, я думаю, вы поняли, короче. То, что это, как бы, новая фракция, я думаю, нам будет здесь интересно. Кстати, в воскресенье будут капты уже. Насчет, пацаны, кампании можете также не переживать, потому что, если вы застыдите во фракции, вы также можете работать на другой работе. Допустим, я устроен дальнобойщиком. Вот, можете сами посмотреть, то, что, вот, как бы, работа у меня дальнобойщик. Лидер, получается, у нас, это мой подписчик, вот, Даня Пантелеев. Это, получается, лидер данной фракции. Я являюсь заместителем. И еще там Джордан Путбуль, тоже заместитель в этой фракции. Насчет, пацаны, повышения. Повышение будет происходить раз в два дня, как я понял. То есть, вы не сможете в первый день сразу повыситься. То есть, нужно будет, там, подождать время. Для повышения на второй ранг нужно будет всего лишь сдать АХК и все. Как бы, в этом ничего сложного нету. В каптах нужно будет участвовать с второго, получается, ранга. Поэтому, пацаны, капты будут в воскресенье. Всех жду во фракции, можете приезжать, я вас буду принимать. Мой номер в игре вы также, в принципе, знаете. Давайте зайдем в середину, вам тоже покажу, что у нас здесь есть. Интерьер довольно-таки интересный. Как бы, здесь есть, типа, бильярд. Здесь есть, типа, автоматы, которые не работают. Вот здесь можно посмотреть, в принципе, убито врагов. Сколько кем убито при захвате. Максим Адегамов, 8 человек уже убил. Хотя, да, Максим Адегамов тоже у нас во фракции. То есть, Америкос тоже здесь. Давайте я вам в склад также покажу подробнее немножко, что у нас здесь есть. Вот, подходим сюда. Взять деньги, положить деньги, взять материалы, положить материалы, взять патроны, положить патроны, взять марихуану. Какие-то, короче, разные виды наркотиков есть. Можно аптечку даже брать, что очень даже неплохо. Ну, склад довольно-таки у нас не особо большой. Хотя 56 тысяч патронов, пацаны. И 52 тысячи материалов. Но, скорее всего, это админы выдали, потому что вчера склад был пустой. И вот кабинет, в котором проходит, пацаны, собеседование. Пацаны, собеседование можно проводить только в этом кабинете. То есть, на улице я не могу вас принимать. Поэтому, кто приезжает сюда, сразу заходите вот в этот кабинет. Если я там буду, то, значит, проходит собеседование. Потому что собеседование можно проводить только вот здесь. Я не знаю, почему, но такие как бы правила, пацаны. Ну что ж, пацаны, больше я не знаю, о чем можно рассказать. Со всем остальным можете ознакомиться, в принципе, на форуме. Там все как бы есть, все написано. Поэтому, если вам что-то непонятно, просто заходите на форум, в раздел «Байкеры». И смотрите, читаете, что вам, в принципе, интересно. Все, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok